МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За окном потихоньку поднимается ясное солнышко. А это значит, что наступило утро нового дня. И действительно, с вами его встречает Артём Андроновский, Александр Карнович, а на улице уже светло. Понедельник, но не беда. Скажу честно, потому что ехал на работу уже так светло, такое чистое небо, и, я искренне верю, будет тепло. Это то, чему поразилась сегодня утром я, потому что буквально всю прошлую неделю ты выходишь, а ещё оно расцветает, какие-то сумерки, ну, как сумерками нельзя назвать, но утренние, да? А сегодня уже всё, день врагает. На небе ещё месяц, но при этом встало солнце, и действительно, уже своими лучами, ну, что, задаёт хорошее настроение. Главное, делает тебя сразу бодрым. Вот вышел в такое свежее солнечное утро и думаешь, сейчас бы новости послушать. Да, и неудивительно, что, например, в Ялте там было так же прохладно и свежо, как у нас, но при этом светло. И удалось заключить на Ялтинском международном экономическом форуме инвестсоглашение на сумму, превышающую прошлогоднюю, на 50 миллиардов рублей. В Крыму создадут 1700 рабочих мест и реализуют проекты на сумму больше 200 миллиардов рублей. Первые итоги юбилейного Ялтинского международного экономического форума подвели в Леваде. За время работы главной деловой площадки республики российские зарубежные инвесторы подписали десятки соглашений. Там выступили сотни экспертов международного уровня. О результатах встречи расскажет Елена Носкова. Больше всего предложений республики поступило в сфере сельского хозяйства, туризма, промышленности и IT-технологий. На уровне народной дипломатии и правительственных инициатив участники форума из разных стран добиваются свободного сотрудничества с Крымом без юридических и финансовых препятствий. Санкции против России не отвечают интересам немецких компаний. Например, есть компании, такие как Сименс и другие фармацевтические компании. Разве им пошли на пользу эти санкции? Какая польза им от этих санкций? Это помогает американским компаниям, которые хотят получить присутствие на европейском рынке. Самые крупные делегации прибыли в Ялту из Бельгии, Германии, Италии и Никарагуа. Форум объединил 89 стран. Среди участников представители парламентов, политических партий, бизнесмены и общественники. У нас две иностранные почетные делегации. Это Франция и Сирия. Они наиболее многочисленные. Около 50 человек в каждой были. Приехали, активно участвовали. Из российских регионов таким статусом обладали Республика Башкортостана и Санкт-Петербург. Подчеркну, что у нас очень достаточно большое количество СМИ добавилось в этом году. Более 600 журналистов 135 СМИ представляет. Из них 40 иностранных. Впервые на главное экономическое событие Крыма прибыли делегации из Норвегии, Мексики и Судана. В Республике уже начинают реализацию проектов, старт которым дал юбилейный Ялтинский форум. Совет министра в Республике Крым подписал конкретных соглашений со сроками реализации на 8 миллиардов рублей. В общей сложности будет создано более 1700 рабочих мест. Меморандумов, которые предполагают в течение месяца буквально уточнить все планы действий, скорректировать сроки, было подписано на 44 миллиарда рублей. Ну а в общем, я говорю, что два соглашения, 215 миллиардов рублей подписали. Кроме бизнес-сотрудничества, форум дал старт совместной работе в сфере науки и культуры. Межправительственные соглашения подписаны между Южной Осетией и Крымом. А Керчиц, Хинвал стали городами-побратимами. Елена Носкова, Новости, 24. Успеть пока не рухнуло. Крымские власти планируют приобрести более 250 квартир для переселенцев жильцов из аварийных домов. В некоторых городах уже началось строительство. Александр Федорчак расскажет, когда крымчане сменят старое жилье на новое. Видите, вот эта стенка заваливается. Дыры в стенах квартиры житель Керченской многоэтажки Владимир латает постоянно. Боится, что конструкция рухнет в любой момент. Дом по улице Фестивальная 4 построили в 1993 году. Несколько лет назад стена треснула. Он слеплен. Не построено, слеплен. Здесь это самое грунтное, это самое глидистое. И опоры, и на сваях ничего страшного. А он начал просадку. Мы бьемся не за то, как оно будет называть. Нам же укрепить это подошву, фундамент. Остальное это уже текущим ремонтом сделают. Просевший дом аварийным не признали. Жильцы надеются на капитальный ремонт. А семья Иванченко, проживающая по адресу Плеханово 8, ждет расселения больше 30 лет. Они единственные по-прежнему живут в этом доме. Соседи съехали. У нас вот сгорел щит электрический, так авентин даже не пришел делать. Мы все за свой счет сами сделали. Сгорел счетчик, проводка старая. Никто не пришел. Похожая история у некоторых жителей Симферопольского района. В поселке Гвардейское рассыпается дом, который раньше находился на территории военного гарнизона. Этот дом на улице Остряково построили еще в 30-х годах. Первые трещины появились еще в начале 2000-х. Местные жители пытались собственноручно исправить проблему. Но, как видите, ситуация не изменилась. Теперь ждут переселения. Светлана Сидельникова из первого подъезда рисковать не стала. Перебралась в другую квартиру. Ежедневно от стены отваливаются куски штукатурки. И так почти 10 лет. Впервые обратилась к властям еще в 2010 году. Но жительницу услышали только сейчас. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Потом при России выделили по программе деньги на постройку. Для переселения аварийного жилья. Ну и вот потихоньку сейчас движется. Для жителей этого дома ситуация вскоре разрешится. Местная администрация уже предоставила участок для строительства. Работы пока на начальной стадии. Подрядчик заверяет, их закончат в этом году. Будут предоставлены 29 квартир. 25 семей это наши семьи из гвардейского сельского поселения. И 4 семьи из села Доброго. По Крыму несколько таких площадок, где будет строиться по региональной программе. Я надеюсь, что мы, возможно, будем первыми. В планах республиканской власти приобрести более 250 помещений для переселения жильцов аварийных домов. Идут переговоры с будущими инвесторами и подрядчиками. По состоянию на 1.01.2017 года, когда было сказано зафиксировать количество аварийных домов, и те суммы, которые нам выделяются, это ровно 50%, чтобы реализовать эту программу. Соответственно, либо сейчас надо смотреть и с застройщиками, инвесторами проговаривать вопросы о 10-15% той доли, которая предоставляется муниципалитетам, и они реализуют для переселения аварийщиков. Программу переселения из аварийного жилья в этом году реализуют в Керчи, Ялте и Гвардейском. Цена вопроса 600 миллионов рублей. Первые квартиры ждут новоселов в конце 2019-го. Александр Федорчак, Светлана Ермильченко, Алексей Романов, Олег Черемисов. Новости 24. Ну, еще больше новостей мы расскажем вам в течение двух часов, которые в этой студии проведем здесь с Артемом, и поэтому... Да, но будем мы не сами, потому что с нами на связи коллеги с радио. С ними поздороваемся. Пять секундочек, мы поприветствуем наших коллег. Доброе утро с новой неделей, с понедельником всех вас. Как начинается ваше утро? Оно бодрое? Вполне. Очень бодрое. Мы уже практически обсудили ситуацию на Украине в связи с выборами, оглашением второго тура. Пока что есть данные экзитполов. Вот сейчас ждем результатов. Уже обработано 66%. Ну, а главное, эта тема у нас все равно местная. Мы поговорим о местном самоуправлении. Сотрудники этой сферы отмечали вчера свой профессиональный праздник. Вот обсудим реалии, перспективы наших муниципалитетов. Да, ну а по данным Джекзитполов, победил Владимир Зеленский с большим таким преимуществом перед Петром Порошенко. Да, там 73% что-то в этом районе. Ну, значит, так тому и будет. Будем надеяться, что этого блага как украинцам будет, так и нам, и России в том числе. Будем надеяться, что хватит у нового президента полномочий и, самое главное, здравого смысла, чтобы начать совсем иную политику, которая будет во благо всем. Ну, на самом деле, мирно жить надо просто в первую очередь. Это точно. Спасибо вам, ребят, большое. Все, удачи вам. Хорошего эфира. Доброго эфира. Ну, вот так вот и политику обсудили, и при этом мы не успели еще сказать, но у нас сегодня мы покажем настоящие морские схватки и морские путешествия. Это точно. Настоящий будет Хемингуэ у нас, между прочим. Но, что я знаю наверняка, так это то, что в Крыму тоже есть победа. Весна, наконец-таки, победила зиму. Постепенно приходит. Давайте в этом убедимся. Прогноз погоды. Музыка 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 Что сказать, больше всех повезло Джанкою. Абсолютный штиль, солнечно и плюс 15 градусов тепла. Конечно, еще не плюс 20 или выше, но уже постепенно нагреваемся. Прибрежные города. Плюс 13, плюс 14. Ялта, Лушта, Феодосия, Евпатория. Сегодня облачно, но без осадков. Симферополь, Севастополь, конечно, немножко холоднее. Плюс 13, плюс 14. Ночью до плюс 5. Но все-таки без дождя и облачность небольшая. Это значит, что постепенно земля будет нагреваться. А по ощущениям, как будто, о, множко холоднее. Я вышла сегодня, и пар изо рта идет, и вообще, аж подтряхивает. Ничего, дай дню разогнаться и ничего. Главное, чтобы земля прогрелась. Кстати, а вот по прогретой земле можно гулять со своим питомцем. Если у вас его нет, не беда, можем подсказать, кого вы можете приютить. Дакота нежная, яркая и красивая. Она любит людей, любит общаться, отлично ходит на повадке и любит учиться. Дакоте около года. Она привита и стерилизована. Звоните, привезем. Плюс 7978-863-1103. Я знаю, что Артем очень любит всякие компьютерные штучки. И ты знаешь, Артем, скоро компьютерные штучки появятся не только у тебя в комнате, но и в медицине. Потому что наш министр здравоохранения Александр Галенко заявил на ЕМФ, что, возможно, в нашей медицине скоро будет актуально задействован искусственный интеллект. Это как в фильмах про шпионов. Дети-шпионов знаешь? Дети-шпионов знаю, да. Так себе. Но смысл в том, что, да, очень интересно, какие изменения в медицину он принесет. Во-первых, насколько я понимаю, эту технологию мы в хорошем смысле подсмотрели. Правильно? В Ямало-Ненецком автономном округе она уже вовсю применяется. Но только тонкости и секреты пока что нам неизвестно. Ну, нам, я имею в виду, телеведущим, простым обывателям. А на деле, скорее всего, это будут какие-то вычислительные программы, которые будут анализировать анализы поступивших от пациентов. Ну, а там уже эксперты точно разберутся. Нам, в принципе, неизвестны и другие тонкости. Зато известно то, какие важные даты в этот день происходили в истории и вообще, чем этот день знаменателен и символичен. 22 апреля в 1370 году заложили первый камень в основании Бастилии. Строительство началось по приказу короля Франции Карла V. Изначально крепость создавали в качестве форта для защиты от нападений англичан. В 1791 году Бастилия была полностью разрушена, а на ее месте подрядчик Пьер Франсуа Палуа установил табличку с надписью «Здесь танцуют, и все будет хорошо». С 22 апреля 1864 года в США начали чеканить бронзовые монеты достоинством в 1,2 цента. По распоряжению министра финансов Салмана Портленда Чейза на двух центах появился девиз «Мы верим в Бога». Дизайн одного цента постоянно менялся. Сейчас на монете изображен 16-й президент США Авраам Линкольн. 22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин, вождь пролетариата, основатель Первого социалистического государства, главный организатор и руководитель Октябрьской революции, марксист-публицист. Сегодня его тело находится в Мавзолее на Красной площади в Москве. 22 апреля 1915 года во время Первой мировой войны Германия впервые в мире использовала отравляющие вещества. Немцы применили хлор — оружие массового поражения против англо-французских войск в районе города Ипор. 22 апреля отмечается глобальный праздник — Международный день Матери-Земли. Нашей планете примерно 4,5 миллиарда лет. Ее населяют более 7,5 миллиардов людей. На сегодняшний день открыто около миллиона видов животных и растений. Сегодня Великий Понедельник — начало страстной недели у православных христиан. Верующие проводят последнюю седмицу перед Пасхой в строжайшем воздержании и молитвах. Понедельник, 22 апреля, 7.15 на часах. Самое время успеть еще приготовить блинчики, ну или по-нашему попросту оладушки. Ты, кстати, любишь оладушки? Знаешь, да, люблю еще люблю панкейки, но об этом позже, потому что мне есть что рассказать. Дело в том, что на днях прошла выставка-ярмарка. Прямо в столице нашего полуострова, в Симферополе. И называлась она «Предприниматели жителям Симферополя». На ней было представлено огромное количество качественной продукции как симферопольских, так и крымских производителей. Главное, отмечаю, на данный момент предприниматели взяли интересный курс. Они действительно стремятся сделать столицу более уютной и более красивой, скажем так, урбанистически комфортной для жизни. И что, даже выставки эти красиво, да, оформляют? К сожалению, на выставке я не был, знаю исключительно текстовый вариант, но предполагаю. Главное, что предприниматель заинтересован в демонстрации качества своего продукта. Это уже говорит о том, что в какой-то мере это, ну, настоящая творчество. Ну, своё же всегда хочется показать, как самая лучшая, самая качественная. Поэтому, наверное, всё это действительно выглядит очень облагороженно. А я знаю, где ещё прошла одна выставка, тоже в Крымской столице. Но об этом подробнее расскажет серия. Всё, что есть, полностью и бесповоротно. С таким названием в библиотеке имени Франко открылась совместная выставка Эльзары Юсуфовой и Евгении Баглай, в которой представлено 25 работ. Все работы уникальны и пропитаны любовью Крыму. В этой экспозиции Эльзара Юсуфова выделяет одну наиболее значимую для неё работу – образ крымской девушки. Главным источником вдохновения в написании картины стала её сестра Эльнара, которая увлекается национальными танцами и вышивкой крымских татар. Я видела с детства крымско-татарские костюмы. Она занимается вышивкой и в то же время стилизует крымско-татарский костюм. Ну, как бы я, можно сказать, тоже вдохновилась теми её работами. И тоже цветовой гармой, да, как бы такая вот пастельная, минимум цвета, просто оттенки одного цвета. Я занимаюсь костюмами, вышиваю национальные платья и вот чувствую некую взаимосвязь. Она вдохновилась мной, я вдохновилась ей. И она создала эту картину, а я создала костюм. Эльзара пишет в основном пейзажи и натюрморты в технике. Абстрактная живопись. Художница рассказывает, что в основе творчества находится её внутренний мир. Способность взаимодействовать с природой, жизнью, самим собой. Линдерная живопись и смысл её в том, что ты как бы захватываешь состояние природы. То есть в основном тут изображена природа, море, скалы, несколько вечерних натюрмортов, то есть цветы. И пару абстракций, потому что вот за мной. Ты полностью отдаёшься этому времени суток, в котором находишься. То есть либо это утро, либо это, ну, как бы рассвет, закат. И схватываешь состояние момента, то есть тот же свет, те же лучи, которые освещают землю, море, ту же архитектуру красивую. На выставке представлены работы последних трёх лет. Это натюрморты, этника, пленэрная и абстрактная живопись. Для создания этих работ Эльзара и Евгения ездили на пленэр в западную часть Крыма, где им посчастливилось видеть море в разных его настроениях. Именно это вдохновило молодых художниц. Евгения Баглай для написания своих работ совмещает несколько техник. Пытается экспериментировать с различными материалами. Вот, например, эти работы она написала акрилом на обычном ДСП и украсила гибким неоном. Вся серия посвящена Крымским горам. Как по мне, это такая стихия природы. Ну, они величественны, то есть их покорять сложно. Но при этом для людей многие горы, они остаются неизведанными. И люди там находят для себя силы, вдохновение, подпитываются энергией. Не знаю, поэтому вот так просто горы, скалы. В экспозиции представлено 11 работ Эльзары Юсуфовой и 14 Евгении Баглай. Идея молодых художниц проста – познакомить зрителей со своим творчеством. Мы давно ждали эту выставку. И придя сюда, я попал в эту атмосферу. Здесь передается та тонкость их души и настроение. И это очень заметно в самих картинах. И поскольку я их знаю достаточно давно, поэтому в каждой картине можно увидеть частичку Эльзары и Евгения. У начинающих художниц еще много планов и идей. Ну, а мы будем следить за их реализацией. Выставка «Все, что есть» полностью и бесповоротно продлится до 8 мая. Что же, уже по традиции. О дел творческих, художественных поговорим о делах насущных. Идем за мной, расскажу вам про бензин и поговорим дальше про валюты. Но начнем, конечно же, с горючего. И первое, как всегда, газ. Все еще самый дешевый на рынке и, как говорят, самый экономный. 27 рублей 53 копейки. Дизельное топливо, естественно, дороже чуть менее, чем в два раза. Хотя даже и ничуть. 51 рубль 31 копейка за литр. 92-й хоть и дешевле, но тратится, как говорят, быстрее. 46 рублей 96 копеек за литр этого топлива. А вот 95-й стоит 50 рублей 36 копеек. Дороже 92-го, но не критически, хочу сказать. Так что, чем заправлять еще, нужно хорошенько подумать. 98-й бензин. Ну, тут все стабильно, впрочем, как всегда. 56 рублей 59 копеек за литр. Это самый дорогой бензин на рынке, но, пожалуй, что самый эффективный. Заправляйте им только мощные двигатели скоростных автомобилей. А теперь поговорим про информацию, полезную не только владельцам таких дорогих машин. Это курс валют. Всего два наименования. Доллар и евро. Разберемся с каждым. 63 рубля 96 копеек обойдется единица доллара. Курс совсем немного вырос. А вот евро 72 рубля 24 копейки за условную единицу. Курс немного упал. Получается, действительно, небольшой диссонанс на валютном рынке, потому что обычно они идут вверх или падают вместе. Ну что же, возможно, именно такая ситуация является полезной и вполне себе не критической для тех, кто любит играть с валютами, да и, в принципе, связывает свою жизнь с финансовыми и экономикой. А вообще, хочу сказать, что эта информация достаточно полезная для всех обывателей. Я говорю особенно про бензин, про культ с валют, потому что, учитывая, в принципе, что происходит на рынке, даже не являясь активным участником экономических баталий, ты все равно можешь сэкономить. Да и более того, порой и подзаработать. Ну, а у жителей Джанкойского района, допустим, была немножко другая история. Они не сэкономили, хотя, может быть, и сэкономили, но не подзаработали. Зато прошли диспансеризацию, очень живо на нее откликнулись. И врачи в одном из поселков Джанкойского района, в Азовском, смогли принять, успели за день, там, 70 детей. Потом взрослых, что касается взрослых, более 80 человек сделали флюорографию, 50 литрозвуковое исследование. 57 человек осмотрел офтальмолог. И, конечно, доступ к узким специалистам, он бывает ограничен, особенно для людей, у которых, допустим, нет возможности, да, своими ногами дойти, в принципе. Но вот именно поэтому есть такие мобильные службы, помощь и, опять же, такие. Мобильная бригада, она действует каким образом, ты знаешь? То есть это выездной автомобиль, чем-то похожий на скорую, совсем оборудованием? Полностью с очень крутым оборудованием, я хочу сказать, потому что оно же все выездное, поэтому нужно ее установить правильно и настроить. Ну, куча разных моментов на самом деле. Но то, что люди поддерживают свое здоровье, это, конечно, здорово, при том, что не стесняются, идут и правильно делают. Да, более того, когда есть возможность, ей нужно обязательно пользоваться. Как говорится, лучше, да, чем нет. Ну, а возможность была еще буквально на днях у жителей Симферополя, у жителей Крымской столицы, поучаствовать в настоящем Дне здоровья. И тогда это был праздник. А подробнее расскажет Стефан Филатов. Песни сменяются танцами, а большая часть номеров сочетает в себе и то, и другое. Вот так с размахом началось празднование Дня здоровья в Симферополе. Основное внимание уделяют активному образу жизни и спорту. С показательной программой выступили каратисты. Неподалеку развернулась площадка для мини-футбола. А это место для настоящих мужчин. Здесь наисильнейшие бойцы могут доказать свое преимущество в честном поединке. Десяток активистов рассказывают детям о строении человеческого организма, разъясняют принципы работы внутренних органов. На стендах полезная информация, среди которой основные правила здорового образа жизни. Рассказываем, чем повреден алкоголизм, наркомания. Рассказываем, как правильно питаться, как профилактировать сахарный диабет, чтобы не было этого заболевания. Все это направлено только на молодежь или для взрослых людей также вы проводите консультации? У нас направлено и на молодежь, и на взрослых людей. У нас представлена здесь площадка замера измерения артериального давления и консультирование по профилактике инсульта и инфаркта. Беречь себя и уметь сориентироваться в экстремальной ситуации. На мастер-класс по непрямому массажу сердца выстроилась очередь. Здесь и дети, и взрослые отрабатывают технику остановки артериального кровотечения. Мы смотрим на конечность и видим, что она побледнела. И проверяем пульс. То есть пульс должен быть или очень слабым, или же он вовсе должен отсутствовать. Это является признаком правильного наложения жгута. В этой зоне аниматоры обучают самых маленьких интеллектуальным развивающим играм. Как предполагалось, в это время взрослые будут играть в большие, практически ростовые шахматы. Тем не менее, как видим, игра заинтересовала больше всего как раз-таки детишек. Что такое хорошо и что такое плохо? Гости и участники мероприятия говорили не только о том, как сохранить здоровье, но и показывали, как вредные привычки влияют на него. Выводы каждый сделал свои. Не курить, не пить, заниматься спортом. Не сидеть до 12 часов ночи. Рано ложиться, рано вставать с солнцем. Обследоваться, ходить в поликлинику. А это в День здоровья доступно прямо здесь, на площади имени Ленина. Мобильный мамограф и флюорограф доступны всем желающим. Кроме того, можно пройти обследование на ВИЧ. Через 15 минут после забора крови специалисты готовы сообщить о результатах обследования. Общественный совет Министерства здравоохранения вышел к народу, для того, чтобы ответить на вопросы по организациям работы поликлиник и больниц. Народ не занимается профилактикой. Сегодня мы говорим о профилактике. В Симферополе и во всем Крыму с таким размахом День здоровья еще не праздновали. В следующем году его в таком же масштабе проведут сразу в нескольких регионах полуострова. Стефан Филатов, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Ну а от здоровья, скажем так, физического к здоровью духовному, потому что это не менее важно. Да. Министерство культуры и Министерство просвещения разрабатывают интересный проект. Они хотят увеличить количество изучаемой классической музыки в школах. Это необычно. То есть уроки музыки? Не уроки музыки, а именно прослушивание и изучение строения и гармонии классических произведений. Работать это будет интересно. Планируется построить виртуальные залы, проще говоря, в актовом зале школы, установить такое оборудование, при котором реально будет прослушивать классический концерт вживую, наблюдая за исполнением инструменталистов и прослушивая партии в высочайшем качестве. Я сейчас представила, как дети будут учить терему Пифагора под аккомпанемент, не знаю, Баха или Бетховена. Ну что ж, может быть, и до такого техника дойдет. Ну а, по крайней мере, мы знаем, куда можно дойти, если ты хочешь посмотреть какой-нибудь фильм, либо сходить на премьеру спектакля какого-либо, но подробнее об этом в нашем следующем материале. В кинотеатрах сегодня семейная комедия «Домовой». По сюжету молодая мама с дочерью Алиной ищут доступное жилье в Москве и находят. После переезда оказывается, что квартира непростая. Здесь живет самый настоящий «Домовой». Однако хранитель очага давно таит обиду на рот человеческий, и жилплощадь ни с кем делить не намерен. Сеансы пройдут в утреннее время. На киноэкранах комедия «Шазам». Немного магии, и 14-летний подросток становится настоящим супергероем. Теперь, чтобы превратиться в сверхчеловека Билли Бенсону нужно всего лишь прокричать кодовое слово «Шазам». Сумеет ли мальчик одержать контроль над обретенными силами, и с какими трудностями ему придется столкнуться? Время сеансов вы можете выбрать сами. Также в кинотеатрах русская комедия «Миллиард». Влиятельный банкир Матвей Левин живет без забот до тех пор, пока не узнает, что его лучший друг, врач-гинеколог, в свое время продал его генетический материал. Теперь Матвей оказывается многодетным отцом. Мужчина готов пойти на все, чтобы не делиться имуществом с незаконнорожденными сыновьями. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Легенда возвращается для поклонников комикса «Аронимом дьяволе» на экранах фэнтези «Хеллбой». Герой оказывается в эпицентре столкновения мира людей и монстров. Ему предстоит вновь сразиться с воскресшей кровавой королевой. Время сеанса вы можете выбрать сами. Также на больших экранах мелодрама «После». Случайная встреча переворачивает привычный мир главных героев с ног на голову. Она – прилежная студентка, образец добродетели. Он – бунтарь с темным прошлым. Между молодыми людьми вспыхивает искра, которой суждено разгореться в настоящее пламя. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Ну а нас уже ждет гость, потому что на часах 7.29, а это значит, что самое время к нему присоединиться. Здравствуйте. А у нас в гостях сегодня Антон Якулевич, директор детского парка Гагаринского. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Хочу сказать, что в принципе тема интересная. Греть о ней можно не только в 7.29, а она вообще актуальная, потому что приходит весна, город озеленяется и люди выбираются в парке. Не просто гулять, а мне кажется, еще и развлекаться как-то. Не без этого. Да. А как вы готовитесь к уроженному сезону, к весне, к ее приходу? И есть ли какие-нибудь такие, помимо озеленения, еще какие-то мероприятия? Вы знаете, очень много планов на грядущий сезон. И сейчас мы, конечно, в активной стадии подготовки. Извините, голос немножко сиплый, болел, поэтому еще не все в последствии прошли. Да. Вот, собственно говоря, и ждали хорошей погоды. Нам погода не всегда способствует. Подготовительные работы, они зачастую связаны с хорошей погодой, посадкой цветов, и покраска, побелка. Поэтому вот надеемся, что именно с этой недели мы приступим именно к такой ударной фазе подготовки. Весенние, когда везде и деревья белятся, да, и вот всякие-то проводятся мероприятия. Аж язык заплетается, потому что утро, извините, так что я не понимаю. Хорошо. Возникает, интересует еще вот такой вопрос. Ясное дело, увеличивается поток посетителей. Как-то фиксируется это статистически? Понимаем ли мы, насколько сильно парк начинает интересовать людей в теплое время? И самое главное, справляется ли парк с нагрузками? То есть не выстраиваются ли живые очереди в какие-то места, как понимаем? Вы знаете, мы с нетерпением ждем тех моментов, когда на наши аттракционы, в наш уголок стоят очереди. К сожалению, пока такая тенденция только начинает наблюдаться. И как только теплые дни радуют нас и горожан, естественно, дети с родителями во многой степени идут в парк. Ну, с уборкой мусора удается справляться как раз таки в выходные, когда дети с родителями в больших количествах идут в парк. Ну, вы знаете, как мне кажется, что мы с этой задачей справляемся достаточно хорошо. Нареканий со стороны горожан. Нет, ну я просто помню, там года полтора, допустим, назад я знаю, что вот в парке имени Шевченко как раз таки была мусорная проблема, потому что они не успевали убирать. А вот в детском такого замечено не было, поэтому и спрашиваю. Ну, то, что касается остальных парков, вы знаете, ежедневно контроль этой ситуации. Я лично по несколько раз в неделю бываю в тех или иных парках, поэтому смотрю, наблюдаю, делаем выводы, делаем замечания организации, которая убирает. Поэтому, ну, процесс идет. Но мне кажется, главное, чтобы не мусорили и сами посетители, которые прибывают в парках. Ну, они обычно и устраивают. Да, поэтому мусор же берется, а не по воздуху туда приносит. Вы знаете, что мы заметили, что мы начали наблюдать более мелкий мусор. Если раньше мы видели бутылки, пакеты, и, возможно, уже об этом говорил, то сейчас мы уже видим и окурки, потому что крупного мусора уже как такового нет. То есть и горожане нам в этом вопросе способствуют. Ну, и мы, собственно говоря, убираем активнее и лучше. Костры в Гагаринском парке еще никто не палит, и шутки не жарят. Да, кстати, была же такая тенденция в свое время, да, люди выбирают в Гагаринский парк на барбекю. Вы знаете, я в этом вопросе не силен в плане того, возможно ли это проводить. Но, как по мне, это хорошая традиция, она во всем мире принята. И во многих парках мировых это проводят, и в барбекю, и это все нормально происходит. Ну, я знаю, что там зато, помимо, если барбекю даже не проводят, то проводят очень большое количество разных спортивных игр, семейные игры. Вот какие-то мероприятия на будущее запланированы? Да, перед коллективом поставлены задачи разнообразить программу, дабы детям было интереснее, веселее и охотнее идти в детский парк. Ну, не только в детский, на Гагаринский парк у нас есть планы. Поэтому, я же говорю, планов много. Вот сейчас ведем переговоры с Крым-медиа-центром по поводу размещения летного кинотеатра в сквере «50 лет СССР», это на Залезской. Прямо там что? Он будет под открытым небом? Вот такой проект существует в Гагаринском парке, ну, вы знаете об этом. Вот нечто подобное хотелось бы и в том микрорайоне организовать. Но сейчас мы в стадии переговоров, интерес у обоих сторон есть, я думаю, горожане нас поддержат. Ну, я представляю, здорово, потому что в районе Залезки как раз такие сейчас не много кинотеатров, а их много в центре, ракетные опять же такие, но вот... Тем более он бесплатный. Да, это что-то подобие того, что в детском парке, да, находится вот недалеко от дуба самого-то, того самого легендарного. Нет, нет, в детском парке таких проектов нет. А это просто экран, да, в детском парке? Это просто экраны, да, для детей мы там крутим анимацию всевозможную. А, получается, что кинотеатр имеет свое расписание, ясное дело, есть какого-то рода афиша. Да, конечно, конечно. Можно посмотреть и прикидывать. Да, он работает определенные теплые дни, начиная с конца июля, если я не ошибаюсь, поэтому это будет достаточно короткий период времени, но тем не менее. Ну, пусть, зато и будет куда сходить, и тем более, если бесплатно, то почему нет? Конечно. Не только пусть, а даже замечательно, что такие проекты существуют, в принципе. Можно ввести еще что-нибудь летнее, помимо кинотеатра, и будет вообще замечательно. Да, а цветы какие-нибудь появятся скоро у нас в парках, вот такие вот высаженные, декоративные, или ждем, пока свои расцветут? И закупку осуществили ряда цветов, и ждем, пока свои взойдут, и уже ряд растений из теплицы мы достали, и уже рассаживаем по клумбам и по вазонам. Ну, часа семь скоро. Все, как раз четверга потеплеет, и уже... Ну, вот мы ждем, да, вот этих вот плюсовых температур. Ну что же, тогда, резюмируя, скажем, что вместе с парками, вместе с крымчанами мы все ждем весну. Но она уже совсем близко, и, в принципе, вот она уже на днях, на днях подойдет. Да, ждем. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что у нас в гостях был Антон Якуляевич, директор детского парка Каринского парка. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам, всего доброго. А я знаю, что крымчане ждут помимо весны. Посмотреть, какую же подборку мы собрали в интернете. Собственно, давайте посмотрим, что происходит в Крыму и на экранах ваших мониторов. Из зоопарка Валушки сбежал журавль. Длинноногого преступника засняли очевидцы из окна автомобиля. Кадры демонстрируют, как птица бежит по дороге все дальше и дальше от зоопарка. Симферополь, площадь Куйбышева. Мужчина прошелся вдоль обочины с включенной газонокосилкой. Как мы видим, косить здесь нечего, голая земля. Так чем же он занимается? Севастополь в одном из дворов на проспекте Победы обвалилась подпорная стена вместе с парковкой и утянула за собой несколько автомобилей. В социальных сетях активно обсуждают случившееся. Пользователи переживают, что дом тоже может разрушиться. Остается надеяться, что этого не случится и пострадавшим возместят ущерб. Мотоциклисты устроили ялтинцам фруктовый рай. Предварительно купив в магазине бананы, они угощали ими всех, кого встречали на дороге. В социальных сетях под видео больше сотни одобрительных комментариев. Всех волнует один вопрос. Сотрудники ГИБДД взяли предложенный банан или нет? В Ялте с высоты птичьего полета засняли потрясающий лилово-розовый закат. Здесь и вид на море, и медведь-гора, и яркое весеннее солнышко. Еще одно подтверждение того, что Крым – красивейшее место на планете. А у нас, между прочим, есть люди, которые тоже катаются, да не только по Симферополю, хотел сказать, по Симферополю, еще и по Крыму, и снимают красивейшие виды. Одним из них в свое время был я, если помните. А прямо сейчас у нас в городе Салия Салямова. И она расскажет о том, что же там происходит в столице. Доброе утро, Саль. Доброе. Ой, как светло. Доброе утро, коллеги. Сейчас я нахожусь в Крымске, здесь наблюдая буйство красок. И в целом могу сказать, что действительно весна уже вступила в свои права. Но, в принципе, дата такая 22 апреля, хотя по ощущениям моим личным, пока что еще достаточно прохладно. Сегодня ожидается днем до 10-12 градусов тепла, а вот завтра уже будет плюс 18. Также синоптики говорят, что переменная облачность сегодня будет. Хотя утром было достаточно солнца, а вот именно в данный момент оно спряталось за облакам. Такая же погода ожидается, в принципе, и по всему полуострову. Поэтому хотелось бы сказать, что пока что, может быть, не так тепло, как хотелось бы ночью от 0 до минус 2 градусов на почве. Но, тем не менее, мы можем наблюдать, насколько уже везде вокруг ярко и красиво. А вот, например, в нашей столице, в Москве, там ситуация немного иначе. Там ожидают температурный рекорд, вот, например, завтра до плюс 24 градусов тепла. Такая погода соответствует обычно июню. Вот именно вот такие непредсказуемые сюрпризы от погоды ожидают москвичи. Ну, а мы, в принципе, пока что этого не ждем. Но, как я уже сказала, плюс 18 будет завтра. В целом, на улице достаточно тепло. Вот, когда находишься долгое время, уже как бы привыкаешь к этой температуре. Хотя, отмечу, даже в некоторых местах идет пар изо рта. Это, говоришь, все не так уж и жарко. Я бы все-таки рекомендовала одеваться потеплее, выходя на улицу. Но я думаю, что это сейчас такая ситуация, когда солнце спряталось за облаками. И как только оно выглянет, конечно же, ситуация станет другой. Коллеги, я передаю вам слово. Спасибо, Саля. Умеет Саля выбрать красивый вид. Ну, действительно, бодрит с утра, смотришь и хочется выбежать в парк. Погулять, подышать свежим воздухом. Я думаю, что после работы, возможно, так и поступлю. Да, главное, не погуляй так, чтобы потом тебя на видеокамеру не засняли какие-нибудь очевидцы и в интернет не выложили в подборку новостей. Нет, ну, если ты просто гуляешь, то это не страшно. А вот если вытворяешь какой-то конштюк, то, конечно же, лучше в сеть не попадать. Потому что все, что попадает в сеть, с ними происходит две вещи. Во-первых, это остается там навсегда. Уж поверьте. Во-вторых, высока вератность того, что это попадет в нашу следующую подборку. Мечты должны сбываться, особенно, когда речь идет о детских заветных желаниях. Одно из них осуществили спортсмены из крупнейшей в мире федерации рестлинга. Профессиональный борец не смог устоять на ногах после сокрушительного удара ребенка. Победа парня вызвала шквал эмоций среди заядлых болельщиков борьбы. Стрессоустойчивости героя следующего видеоролика можно только позавидовать. В него бросали перчатки, ставили на голову бумажный стакан и обтирали щетками для чистки поля. Однако, как бы ни старались друзья по команде помешать интервью, бейсболист смог рассказать корреспонденту о сыгранном матче. Правила бумеранга. Многие считают, мы получаем то же, что и отдаем, в доказательства кадры, снятые авторегистратором. Только водитель выкинул мусор на обочину, другой вернул часть отходов в салон машины и настоятельно попросил убрать остальное. Будем надеяться, мужчина запомнит урок. Нет, это не кукла из воска, а дятел. Застыл не в ожидании удачного снимка, как могло показаться. Стремительно падающая температура застала птицу врасплох. Пернатый даже не успел проглотить пойманное насекомое. Скейтбординг зародился в 1963 году и быстро распространился по всему миру. Интерес к экстремальному катанию не снижается и сегодня. Эта девушка придумала новый трюк, который активно обсуждают в сети, а также берут на вооружение другие спортсмены. Веселиться нравится всем. Заметив, как подростки практикуются в ходьбе на руках, пес решил отложить свои дела. Не выпуская из пасти любимую палку, собака присоединилась к процессу. А есть процессы, к которым нам присоединиться не удалось, в силу того, что каждый был занят чем-то своим. Во-первых, один прошел в мировом Тихом океане. Там на 12-метровой яхте его вдоль и поперек фактически пересек слепой японец. Абсолютно незрячий. И он смог проплыть океан? Да, он смог проплыть океан. Действительно. Но, стоит сказать, был он не один. У него был штурман, который, собственно, и говорил, куда штурвал вертеть. Влево-вправо, да. И, скорее всего, ему помогали с парусами, насколько я понимаю. А вот я кое-чего не знаю. Помогали ли с парусами и научили ли обращаться с парусами наших коллег? Да, да. У Салия Салямова. Был ли штурман у Салия Салямова? Да, и что они пересекли вообще? Интересно, потому что, как я и сказал вначале, раскрываем все карты. На регате мы не побывали, а вот Салия Салямова с большим, по всей видимости, удовольствием на яхте покаталась. Про это давайте прямо сейчас и посмотрим. В Ялте проходит грандиозное мероприятие. Это регата, в которой сможем принять участие и мы. Я надеюсь, что нам удастся победить. Очень много команд уже здесь собралось. Во-первых, мы выясним, насколько они владеют морской терминологией. Ну, а также посмотрим, насколько они умеют управлять судном и этим парусником. Что такое стексель? Я двоечник. А шкипер это кто такой? Шкипер – человек на судне. А здесь я вижу еще одну команду и отмечаю, что очень хорошо подготовились. Форма, по крайней мере, у всех одинаковая. Здравствуйте. Ну что, вы настроены на победу? Конечно, только на победу. Что такое грот? Не знаю, гротмач-то когда-то слышала. Не уверена, что правильно, но подозреваю, что да. Здесь мы сейчас видим уже и первых зрителей. Здравствуйте. Вы будете наблюдать за регатой параллельно, как будете рыбалкой заниматься? Ну, как, рыба сейчас отошла. Вода холодная, 8,5 градусов. И она есть, но она не клюет. А на чем вы тогда здесь стоите? А что мне дома делать? На свежем воздухе, окунечек, резинка попадается. Кто у вас сегодня будет шкипером? Вот не могу знать. Я могу быть коком. Вот это я могу. Скажите, какие еще существуют термины? Брамсель, бомбрамсель, шкоты, гитовые, гординя. Бригаде самое главное выставить в дистанции. Для этого нужны и бои, которые будут показывать участникам, куда надо плыть. А вы можете мне помочь? Видите, я одной рукой не справляюсь. А что, а может двумя можно ногами? Можно? Заваться, держусь. Так же быстрее будет? Мы команда вновь нашла! Огони, попробуй, да! Я уже нахожусь на яхте. Нам сегодня досталась Варвара. И предлагаю прямо сейчас спуститься в каюту и посмотреть, как внутри она обустроена. Есть плита, где можно готовить еду. Есть умывальник, где можно мыть руки. Есть своя спальня отдельная, капитанская. Так, ну здесь тоже достаточно просторно, может даже не один человек поместиться. И что самое главное, что мне еще понравилось, что, обратите внимание, есть здесь и телевизор. То есть можно смотреть сериалы, пока находишься где-нибудь в плавании. Ну что, вот мы уже и в открытом море, волны очень большие и сильный ветер дует. Поэтому, конечно же, здесь надо в первую очередь утепляться всеми возможными способами. Ну и сразу хочу узнать первые впечатления у вас от регаты, как у участника, который вот первый раз вышел в море. Ну на самом деле адреналин зашкаливает, сердечко стучит, но интересно, интересно принимать участие. Яхта накренилась на 45 градусов. Это неполный угол, который она может взять, но ощущения такие, что она скоро перевернется. Увидите, что наши пассажиры, они переместились на другую сторону для того, чтобы сбалансировать нашу яхту. Море волнуется, действительно, мы можем оценивать лишь приблизительно, сколько баллов достигает волна. Но, по-моему, она очень высокая, очень сильная. Хотя яхтсмены, наоборот, этому факту радуются. Они говорят, что от этого регата еще более становится эмоционально яркая по ощущениям. Это действительно так. Вы все запомнили? Все команды удалось выполнить? Да, мы все запомнили, нормально. Спасибо огромное капитану. Подсказал, рассказал, научил, как. Наша регата завершилась. У нас было три заплыва, во время которых мы все три раза победили. Варвара принесла нам сегодня победу. С чем мне хочется и поздравить нашу команду. Все справились просто на отлично. А россиян пытается в это время привлечь к ответственности за нелегально установленные теплицы на дачных уставах. В соцсетях уже пестрят этими штрафами, фотографиями. По словам Владимира Шталинского, это председатель президиума Межрегиональной общественной организации садоводов. Также житель одного из регионов по Волжье рассказал, что его родителям приявились. Даже пришли местные чиновники и стали говорить о том, что штрафовать будут за теплицу, которую установили на своем участке. Они проинформировали, не зарегистрировали никаким образом. Так что... Интересная ситуация, в ней нужно будет разобраться подробнее, потому что как-то так получается. Зелень может расти на этом участке в земле, но стоит постелить сверху у нее тент, который будет сохранить тепло, то это уже незаконно и право на это никто не имеет. Ну, я скажу, как человек абсолютно небезразличный к зелени и к всяким травушкам, что это просто недопустимо и нужно изучить этот вопрос подробнее. Артем просто специи очень любит, он любит базилик добавлять в пиццу и даже приносит ее на работу и закрытую, и всякие итальянские, и все при этом абсолютно без мяса, но очень-очень вкусно. Да, с плеча рубить не будем, но все-таки вопрос нужно будет изучить. Тем более, что фермерам сейчас достается по полной. Ну, настоящий Голливуд творится, потому что у челябинских фермеров даже нервничают. Украли 20 миллионов рублей, которые были запланированы на постройку важной коммуникации. Ну, то есть, тоже вот интересная новость разлетелась по сети. 20 миллионов у фермеров? Да, их связали, их связали, поколотили и забрали у них почти все деньги, что были. Сельчане сейчас просто не знают, что делать, потому что семья, которая хранила деньги, на нее были все надежды, потому что село без коммуникации абсолютно. Это нужно было строить, устанавливать и в итоге, увы. Но, где, я надеюсь, все хорошо и интересно посмотреть, как там происходят дела, так это в Бахчисарае. А там просто недавно, буквально вчера, что же я говорю, недавно побывала Татьяна Балыкина, и она подробно нам расскажет, как там дела в Бахчисарае. Судьба Зиночки Коваленко точно мне неизвестна. Говорят, она вместе с мамой попала в Бухенвальд, где во время бунта часовые открыли шквальный огонь по узникам, и Зиночка была расстреляна. Людей, жизни которых искалечила Великая Отечественная война, непростительно много. Подвиг, совершенный бойцами советской армии, бесценен. К 75-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков волонтеры Победы провели серию исторических игр в десяти городах Крыма. В этот раз главное место действия – Бахчисарай. Не просто игра, а квест с погружением. Сюжет построен на воспоминаниях ветеранов, освобождавших полуостров в 1944 году и достоверных исторических фактах. Каждая локация – освобождение какого-то города. Всего таких точек девять. На них участников ждут задания, где они должны почувствовать себя героями советской армии. Выполнив испытания, им начисляются баллы от одного до десяти. У каждой команды есть карта местности. Они должны пройти по следам Красной армии. На участках им рассказывают легенду, связанную с боевыми действиями. Потом дают задания. Итак, время. Пошло. Запоминайте имя на стрелке, потому что карта у вас будет в другом масштабе. Главное оружие – логика, смекалка и знания истории родного края. Это точка Алушта. Здесь проходит игра сапер. По истории заминирован весь город и побережье. Участники должны найти мины, показать, где они находятся. Время выполнения – 10 минут. От одного участка к другому бегом, пока никто не обогнал. Азарта добавляет временное ограничение. Каждый хочет прийти первым. Но победа – это еще не главное. Вспоминаем историю, чтим память павших. Хорошо знаешь историю? Достаточно. Военную знаю, учу. Есть те даты, которые действительно даже не знала я сама. Для меня это впервые было. И я считаю, что мне это полезно. Я узнала новую информацию о тех годах. Самым интересным было строить кораблики, потом их пускать на воду. И в них кидали камни, как при бомбежке. И надо было смотреть, если они утонут, то вы проиграли. Исторический квест – возможность узнать больше, чтобы потом передать эту память следующему поколению. Сегодня финал игры. Немало участие более тысячи ребят, которые победители каждого этапа приехали сюда. Это получилось 10 команд. Мы еще пригласили город Севастополь в качестве гостей. Чтобы никто не забыл, какую цену пришлось заплатить нашим предкам за мирное небо над головой. Ту серию игр, которые придумали наши крымчане, сейчас будут распространять во всей Российской Федерации. И эта серия исторических игр пройдет по всей России. После игры возле Бахчисарайского водохранилища установили памятный знак освободителям Крыма и высадили аллею из хвойных деревьев. Татьяна Балыкина, Олег Черемисин. Утро нового дня. А мы продолжаем знакомить зрителей с циклом видеороликов, посвященных 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Нынче речи о Берлине. Шутки прочь, давай Берлин. И давно уж не в помине, скажем, древний город Клин. И на одере едва ли вспомнят даже старики, как полгода с бою брали населенный пункт Барки. А под теми подбарками каждый камень, каждый кол на три жизни вдался в память нам, солдатам-земляком. Был солдат вам ни стар, ни молод, на войне с того же дня. И такой же был веселый наподобие меня. Приходилось парню драпать, бодрый дух всегда берет. Повторял вперед, назад, продвигаясь на восток. В общем, тертый, битый, жженый, раны меченой двойной. В сорок первом облужен, по земле он шел, родной. Шел солдат, как шли другие, в неизвестные края. Что там? Где она, Россия? По какой рубеж своя? Но какая неморока, правда-правдой, ложью-ложь. Отступали мы до срока, отступали мы далеко. Но всегда твердили, врешь. И до малого селенья та из плена сторона, Не по щучьему веленью вновь сполна возвращена. По веленью нашей силы, русской, собственной, своей. Ну-ка, где она, Россия? У каких гремит дверей? И навеки сбив охоту, в драку лезть на свой авось? Враг ее, какой по счету, пал ничком и лапы врось? Над какой столицей круто взмыл твой флаг отчизна мать? Подождемте до салюта, чтобы в точности сказать. Грозен счет, страшна расплата за миллионы душ и тел. Уплоти, и дело свято, но вдобавок за солдата, Что в войне осиротел. Далеко ли до Берлина? Не считай, шагай, смоли. Вдвое меньше половины той дороги, Что от клина от Москвы уже прошли. День идет за ночью следом, Подведем штыком черту. Но и в светлый день победы Вспомним, братцы, за беседой Про солдата-сироту. Час прошел бодро. Главное, актуальные новости прозвучали. Да и в целом было, ну не знаю, мне лично очень интересно. Но есть новости еще лучше. Мы с вами будем еще целый час в прямом эфире на Крым-24 И первом крымском в студии. Александра Карнович и Артем Андроновский. Ну и мы действительно еще, по крайней мере, час Будем вас информировать о том, что произошло в мире И в первую очередь в Крыму. Ну и думаю, что начать можно уже прямо сейчас. Пока Артем немножечко нас подождет. А мы вернемся к тем новостям, Которые были самыми главными на этих выходных и сегодня. Конечно, в первую очередь это Ялтинский международный экономический форум, Который пятый юбилейный прошел в Ялте. В Крыму создадут 1700 рабочих мест И реализуют проекты на сумму больше 200 миллиардов рублей. Первые итоги юбилейного Ялтинского международного экономического форума Подвели в Ливадии. За время работы главной деловой площадки республики Российские зарубежные инвесторы подписали десятки соглашений. Там выступили сотни экспертов международного уровня. О результатах встречи расскажет Елена Носкова. Больше всего предложений республики поступило в сфере сельского хозяйства, туризма, промышленности и IT-технологий. На уровне народной дипломатии и правительственных инициатив участники форума из разных стран добиваются свободного сотрудничества с Крымом без юридических и финансовых препятствий. Санкции против России не отвечают интересам немецких компаний. Например, есть компании, такие как Siemens и другие фармацевтические компании. Разве им пошли на пользу эти санкции? Какая польза им от этих санкций? Это помогает американским компаниям, которые хотят получить присутствие на европейском рынке. Самые крупные делегации прибыли в Ялту из Бельгии, Германии, Италии и Никарагуа. Форум объединил 89 стран. Среди участников – представители парламентов, политических партий, бизнесмены и общественники. У нас две иностранные почетные делегации – это Франция и Сирия. Они наиболее многочисленные, около 50 человек в каждой были, приехали, активно участвовали. Из российских регионов таким статусом обладали Республика Башкортостан и Санкт-Петербург. Подчеркну, что у нас очень достаточно большое количество СМИ добавилось в этом году. Более 600 журналистов 135 СМИ представляет, из них 40 иностранных. Впервые на главное экономическое событие Крыма прибыли делегации из Норвегии, Мексики и Судана. В республике уже начинают реализацию проектов, старт которым дал юбилейный Ялтинский форум. Совет министра в Республике Крым подписал конкретных соглашений со сроками реализации на 8 миллиардов рублей. В общей сложности будет создано более 1700 рабочих мест. Меморандумов, которые предполагают в течение месяца буквально уточнить все планы действий, скорректировать сроки, было подписано на 44 миллиарда рублей. Ну а в общем, я говорю, что два соглашения, 215 миллиардов рублей подписали. Кроме бизнес-сотрудничества форум дал старт совместной работе в сфере науки и культуры. Межправительственные соглашения подписаны между Южной Осетией и Крымом. А Керчиц, Хинвал стали городами-побратимами. Елена Носкова, Новости 24. Успеть пока не рухнуло. Крымские власти планируют приобрести более 250 квартир для переселения жильцов из аварийных домов. В некоторых городах уже началось строительство. Александр Федорчак расскажет, когда крымчане сменят старое жилье на новое. Видите, вот эта стенка заваливается. Дыры в стенах квартиры житель керченской многоэтажки Владимир латает постоянно. Боится, что конструкция рухнет в любой момент. Дом по улице Фестивальная 4 построили в 1993 году. Несколько лет назад стена треснула. Он слеплен. Не построено, слеплен. Здесь это самое грунт, это самое глидистое. И опоры, и на сваях ничего страшного. А он начал просадку. Мы бьемся не за то, как оно будет называть. Нам же укрепить это подошву, фундамент. Остальное это уже текущим ремонтом сделают. Просевший дом аварийным не признали. Жильцы надеются на капитальный ремонт. Это семья Иванченко, проживающая по адресу Плеханово 8, ждет расселения больше 30 лет. Они единственные по-прежнему живут в этом доме. Соседи съехали. У нас вот сгорел щит электрический. Так авентин даже не пришел делать. Мы все за свой счет сами сделали. Сгорел счетчик, проводка старая. Никто не пришел. Похожая история у некоторых жителей Симферопольского района. В поселке Гвардейское рассыпается дом, который раньше находился на территории военного гарнизона. Этот дом на улице Остряково построили еще в 30-х годах. Первые трещины появились еще в начале 2000-х. Местные жители пытались собственноручно исправить проблему. Но, как видите, ситуация не изменилась. Теперь ждут переселения. Светлана Сидельникова из первого подъезда рисковать не стала. Перебралась в другую квартиру. Ежедневно от стены отваливаются куски штукатурки. И так почти 10 лет. Впервые обратилась к властям еще в 2010 году. Но жительницу услышали только сейчас. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Потом при России выделили по программе деньги на постройку для переселения аварийного жилья. Ну и вот потихоньку сейчас движется. Для жителей этого дома ситуация вскоре разрешится. Местная администрация уже предоставила участок для строительства. Работы пока на начальной стадии. Подрядчик заверяет, их закончат в этом году. Будут предоставлены 29 квартир. 25 семей это наши семьи из гвардейского сельского поселения. И 4 семьи из села Доброго. По Крыму несколько таких площадок, где будет строиться по региональной программе. Вот. Ну, я надеюсь, что мы, возможно, будем первыми. В планах республиканской власти приобрести более 250 помещений для переселения жильцов аварийных домов. Идут переговоры с будущими инвесторами и подрядчиками. По состоянию на 1.01.2017 года, когда было сказано зафиксировать количество аварийных домов и те суммы, которые нам выделяются, это ровно 50 процентов, чтобы реализовать эту программу. Соответственно, либо сейчас надо смотреть и с застройщиками, инвесторами проговаривать вопросы о 10-15 процентах той доли, которая предоставляется муниципалитетам, и они реализуют для переселения аварийщиков. Программу переселения из аварийного жилья в этом году реализуют в Керчи, Ялте и Гвардейском. Цена вопроса 600 миллионов рублей. Первые квартиры ждут новоселов в конце 2019-го. Александр Федорчак, Светлана Ермильченко, Алексей Романов, Олег Черемисов. Новости 24. Ну, а в Москве в старом пианино нашли трофей, при том, что действительно с такой загадочной историей, потому что это был трофей, оставленный генералом КГБ, который как раз-таки подписывал документ свидетельства о смерти Сталина. То есть вообще как вышло? Я тебе рассказываю, что он, ну, как внучка этого генерала Ивана Куперина, открыла пианино, и там нашла таинственный сверток. Ну, конечно, ни одна женщина бы просто не удержалась от того, чтобы туда заглянуть и открыть его. Ну, там нашли оружие какое-то венгерское, при том, что это оружие принадлежало обычно бойцам, то есть Варейха. И даже нашли вот как раз-таки... Ну, это трофейное оружие, собственно говоря, как я понимаю. Ну, с патронами все. Да, то есть он приобрел его, по всей видимости, по завершению войны, как трофей на память о поверженном враге. Ну, что интересно, действительно, вот такое наследие человека, подписавшего, по сути, документы, подтверждающие смерть Сталина. И такая вот вещь, когда у него с пианино, вообще, ты когда еще сходила с этого пьедестала, не побыть так назвать, ты озвучила, в Москве в старом пианино нашли. Это черная-черная комната. Да, 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 да. И это звучало, ну, действительно, по-киношному. Я вот не удивлюсь, если про это сейчас действительно снимут фильм, потому что в этом трофее, знаешь, тайное посылание и открывающие другие тайные загадки. Но, кстати, о кино. В кинотеатрах я давно не был, думаю, как и ты, Саша, все-таки работа такая, но, признаюсь, честно, собираюсь. Именно поэтому рад озвучить следующую рубрику, посмотрю заодно, что там идет. Прямо сейчас давайте и выясним. В кинотеатрах сегодня семейная комедия «Домовой». По сюжету молодая мама с дочерью Алиной ищут доступное жилье в Москве и находят. После переезда оказывается, что квартира непростая, здесь живет самый настоящий домовой. Однако хранитель очага давно таит обиду на род человеческий и жилплощадь ни с кем делить не намерен. Сеансы пройдут в утреннее время. На киноэкранах комедия «Шазам». Немного магии и 14-летний подросток становится настоящим супергероем. Теперь, чтобы превратиться в сверхчеловека Билли Бенсону нужно всего лишь прокричать кодовое слово «Шазам». Сумеет ли мальчик одержать контроль над обретенными силами и с какими трудностями ему придется столкнуться. Время сеансов вы можете выбрать сами. Также в кинотеатрах русская комедия «Миллиард». Влиятельный банкир Матвей Левин живет без забот до тех пор, пока не узнает, что его лучший друг, врач-гинеколог, в свое время продал его генетический материал. Теперь Матвей оказывается многодетным отцом. Мужчина готов пойти на все, чтобы не делиться имуществом с незаконнорожденными сыновьями. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Легенда возвращается для поклонников комикса «Аронимом дьяволе» на экранах фэнтези «Хеллбой». Герой оказывается в эпицентре столкновения мира людей и монстров. Ему предстоит вновь сразиться с воскресшей кровавой королевой. Время сеанса вы можете выбрать сами. Также на больших экранах мелодрама «После». Случайная встреча переворачивает привычный мир главных героев с ног на голову. Она прилежная студентка, образец добродетели. Он бунтарь с темным прошлым. Между молодыми людьми вспыхивает искра, которой суждено разгореться в настоящее пламя. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Ну, а в Крыму ситуация и вовсе интересная. 200 гектаров земли прямо в столице, в Симферополе. Хотят отдать на реновацию. Ну, то есть, проще говоря, обновление, оккультуривание и облагораживание уже застроенной когда-то территории. Ну, то есть, привести в порядок, благоустроить территории многоквартирных домов, в том числе и каких-то парковок. Конечно, конечно. Ну, в большей степени это будут садики, школы, пожарные депо, а главное паркинги. Вот, кстати, паркинги, так, наверное, вообще невероятно актуальная проблема для жителей Симферополя. Ну, во-первых, входов это не хватает. Хотя строят какую-то и платную большую многоэтажную подземную парковку. Насколько я знаю, по крайней мере, должны были начать строить. Но, в целом, так увеличилось уж количество машин в последнее время, что неудивительно. Потому что буквально по две машины в каждой семье, так это минимум сейчас чаще всего. Ну, да, да, если не больше. Но, вообще, реновация это очень интересно. Потому что с улицами, да и с зданиями города можно сделать, ну, что угодно. Могут получиться как удачные, так и неудачные проекты. А порой, в принципе, обновленное здание выглядит как произведение искусства. Как настоящая картина, ну, либо действительно произведение архитектурного искусства. Вот о картинах тоже нам есть что рассказать. Все, что есть, полностью и бесповоротно. С таким названием в библиотеке имени Франко открылась совместная выставка Эльзары Юсуфовой и Евгении Баглай. В которой представлено 25 работ. Все работы уникальны и пропитаны любовью Крыму. В этой экспозиции Эльзара Юсуфова выделяет одну наиболее значимую для нее работу. Образ крымской девушки. Главным источником вдохновения в написании картины стала ее сестра Эльнара, которая увлекается национальными танцами и вышивкой крымских татар. Увидела с детства крымск-татарские костюмы. Она занимается вышивкой и в то же время стилизует крымск-татарский костюм. Ну, как бы я, можно сказать, тоже вдохновилась теми ее работами. И тоже цветовой гармой, да, как бы такая вот пастельная, ну, как бы минимум цвета, просто оттенки одного цвета. Я занимаюсь костюмами, вышиваю национальные платья и вот чувствую некую взаимосвязь. Она вдохновилась мной, я вдохновилась ей. И она создала эту картину, а я создала костюм. Эльзара пишет в основном пейзажи и натюрморты в технике. Абстрактная живопись. Художница рассказывает, что в основе творчества находится ее внутренний мир. Способность взаимодействовать с природой, жизнью, самим собой. Линдерная живопись и смысл ее в том, что ты, как бы, захватываешь состояние природы. То есть в основном тут изображена природа, море, скалы, несколько вечерних натюрмортов, то есть цветы и пара абстракций, потому что вот за мной. Ты полностью отдаешься этому времени суток, в котором находишься. То есть либо это утро, либо это, ну, как бы рассвет, закат. И схватываешь состояние момента, то есть тот же свет, те же лучи, которые освещают землю, море, ту же архитектуру красивую. На выставке представлены работы последних трех лет. Это натюрморты, этника, пленэрная и абстрактная живопись. Для создания этих работ Эльзара и Евгения ездили на пленэр в западную часть Крыма, где им посчастливилось видеть море в разных его настроениях. Именно это вдохновило молодых художниц. Евгения Баглай для написания своих работ совмещает несколько техник, пытается экспериментировать с различными материалами. Вот, например, эти работы она написала акрилом на обычном ДСП и украсила гибким неоном. Вся серия посвящена Крымским горам. Как по мне, это такая стихия природы. Ну, они величественны, то есть их покорять сложно. Но при этом для людей многие горы, они остаются неизведанными. И люди там находят для себя силы, вдохновение, подпитываются энергией. Не знаю, поэтому вот так просто горы, скалы. В экспозиции представлено 11 работ Эльзары Юсуфовой и 14 Евгении Баглай. Идея молодых художниц проста – познакомить зрителей со своим творчеством. Мы давно ждали эту выставку. И придя сюда, я попал в эту атмосферу. Здесь передается та тонкость их души и настроение. И это очень заметно в самих картинах. И поскольку я их знаю достаточно давно, поэтому в каждой картине можно увидеть частичку Эльзары и Евгения. У начинающих художниц еще много планов и идей. Ну, а мы будем следить за их реализацией. Выставка «Все, что есть» полностью и бесповоротно продлится до 8 мая. Ну, а сейчас 8.14 на часах. И мы в это время напоминаем, что на улице пока прохладно, но тем не менее уже очень светло. И самое время для того, чтобы определиться, какого бы животного вы бы хотели взять себе. Ну, а помочь сделать этот выбор мы вам можем прямо сейчас. Дакота нежная, яркая и красивая. Она любит людей, любит общаться, отлично ходит на повадке и любит учиться. Дакоте около года. Она привита и стерилизована. Звоните, привезем. Так, ну, а можно не только гулять со зверем, но еще и, например, свозить его к ветеринару будет полезно. А чтобы свозить, вам нужен бензин. Все верно. Двигаемся вместе в привычном темпе к уже знакомому нам, но крайне полезному экрану. Посмотрим, что там с ценами на топливо. Итак, газ все-таки... А вот, Саша, а ты знаешь, в чем измеряется, между прочим, единица вот этого объема газа? Ну, нет. И не потому, что я в желтом платье, а потому, что я просто правда не знаю. Вот, если честно, мне тоже интересно. Либо в кубических дециметрах, либо в кубических метрах. Но в любом случае одна единица стоит 27 рублей 50. Прям врасплох меня застал. Да, я тоже вот сейчас подумал об этом. 27 рублей 53 копейки. А дизельное топливо, ну, уже, естественно, в рубля... Ой, в литрах. Оно стоит 51 рубль 31 копейку за литр. 92 дешевле, хотя хочу сказать, что расход с ним немножко побольше. Знаю на своем опыте. 46 рублей 96 копеек. И при этом я уверена, что ты заправляешься 95-м. Нет, я заправляюсь 92-м, потому что 95-й стоит 50 рублей 36 копеек за литр. А 98-й я не трогаю тем более, потому что он стоит 56 рублей 59 копеек за литр. Ну, мне просто мой автомобиль не нуждается в настолько качественном и высокооктановом топливе. А вот в чем, возможно, мой автомобиль нуждается, так это в том, чтобы я научился копить, в частности, валюту. Об этом сейчас вам расскажу. Ну, не о том, как я коплю, естественно, а о том, сколько сейчас стоит. Единица доллара стоит 63 рубля 96 копеек. Не буду волшебником, если скажу. Курс вырос. А вот евро стоит 72 рубля 24 копейки. Курс немного упал. Что сказать? Рассинхрон, потому что доллар вырос, евро упало. Это значит, что на рынке произошли манипуляции, с которыми я не знаком. Потому что обычно все это происходит вместе. Ну, по крайней мере, в мою смену. В целом, ситуация следующая. Ну, эта ситуация в любом случае гораздо лучше, чем с хоккеистами. Недавно произошла вчера. Это дети, хоккеисты, маленькие, иностранных команд прилетели в Россию с пересадкой в Сочи, да, или в Москве. В общем, с пересадкой. Но суть в том, что их багаж потеряли. Это при том, что начинаются игры, начинается сразу там же вся форма, вся амуниция. И просто я представляю, как дети паникуют. Но, тем не менее, организаторы мероприятия этого спортивного их успокаивают. А вот в аэропорту пока сотрудники авиакомпании попросту разводят руками. Все верно. Произошло это как раз в Москве, как ты и сказала, в аэропорту Шереметьево. Но это такой громкий аэропорт, знаешь, и пропали вещи целой команды. Так еще и иностранных посетителей. Это интересно, куда они делись, кто там за жулик их просто увел. Это же не может быть испариться. Ну, я думаю, что должны найти, но просто разводить руками – это точно не выход. Потому что большое количество детей, во-первых. Знаешь, мне это напомнило ситуацию, когда мы вернулись на самолет из Петербурга, и нас всех высадили. И мы еще час ждали, пока появится наш багаж. Потому что он каким-то образом попал не в ту очередь. Неизвестно. И наш весь самолет просто стоял вот у этой, скажем так, конвейерной ленты. Да, конвейерной ленты. И мы просто натурально ждали багаж. Уже паниковали и переживали все. Все были уверены, что он потерян. Но вот он вдруг резко взял и появился. Вот именно поэтому при авиаперелетах я всегда стараюсь, чтобы у меня была максимум ручная кладь. Потому что вот этот процесс, когда ты стоишь, ждешь багаж, а потом понимаешь, будет он, не будет. А если ты еще что-то купил, это втройне обедно. Но вот такие моменты, такие ситуации очень часто выкладывают в видеороликах, но и не только их. О том, что выкладывают в видеороликах в крымском сегменте, мы расскажем вам прямо сейчас. Из зоопарка Валушки сбежал журавль. Длинноногого преступника засняли очевидцы из окна автомобиля. Кадры демонстрируют, как птица бежит по дороге все дальше и дальше от зоопарка. Симферополь, площадь Куйбышева. Мужчина прошелся вдоль обочины с включенной газонокосилкой. Как мы видим, косить здесь нечего, голая земля. Так чем же он занимается? Севастополь в одном из дворов на проспекте Победы обвалилась подпорная стена вместе с парковкой и утянула за собой несколько автомобилей. В социальных сетях активно обсуждают случившееся. Пользователи переживают, что дом тоже может разрушиться. Остается надеяться, что этого не случится и пострадавшим возместят ущерб. Мотоциклисты устроили ялтинцам фруктовый рай. Предварительно купив в магазине бананы, они угощали ими всех, кого встречали на дороге. В социальных сетях под видео больше сотни одобрительных комментариев. Всех волнует один вопрос. Сотрудники ГИБДД взяли предложенный банан или нет? В Ялте с высоты птичьего полета засняли потрясающий лилово-розовый закат. Здесь и вид на море, и Медведь-гора, и яркое весеннее солнышко. Еще одно подтверждение того, что Крым – красивейшее место на планете. А в Забайкале, между прочим, чрезвычайная ситуация. Неожиданно и даже как-то рано начался сезон лесных пожаров. Сухая трава, возможно, мусор, который оставляют посетители и деревья, горят. Уже пострадало 27 человек, 7 из них попали в больницу. Ты представь масштаб пожара, который может еще не позволить человеку вовремя скрыться от огня, чтобы быть... Там же, да, если лесо... ну, сухостой называют его, если он горит, там просто человек задыхается, уже удушье идет от вот этого дыма. Да, огонь распространился на 14 поселений, уничтожено более 100 построек уже. Но пожарные пламя предотвратили, но дежурства продолжают с территории, никуда не уходят. Вот такие чудеса, собственно, творит погода за территорией полуострова. Но в полуострове тоже чудес хватает. О погодных, собственно, сейчас и поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, а погоду, между прочим, такую, даже пусть еще не летнюю, но все же уже солнечную и светлую, стоит беречь. Стоит ей наслаждаться, а главное выйти куда-нибудь погулять. Про погулять, кстати. Захотелось посмотреть, что там у нас в городе. Благо, есть корреспондент Салья Салямова. И прямо сейчас она на связи. Здравствуй, снова Салья. Я прошу прощения, у нас прям мой эфир. Если сейчас Россия начинает духовно готовиться, я решила выяснить, а как на рынках и рынок готовится к Пасхе. И хочу отметить, что сегодня яйца стоимостью яиц стоят 90 рублей. В других местах стоят 80 рублей. Вы разрешили в администрацию. Я журналист, и я могу везде вести свою съемку открыто. Пойдем, пойдем. Я рассказываю только о стоимости яиц. Но меня сейчас хотят отвезти в администрацию за то, что я решила рассказать россиянам о том, сколько же сегодня стоят яйца. А сколько сегодня стоят яйца, скажите? Вы сами покупаете? Стоят ровно столько, сколько не стоят. Ну, вот такой ответ. Я еще хотела подойти к атрибутике и рассказать о том, что она, в отличие от яиц, стоит сегодня дешевле. И можно найти очень много всего. В этом плане, конечно же, ассортимент достаточно большой. Вот Пасх, например, пока что еще нет. Обещают их завезти только в четверг. Но по какой ценовой категории они будут, тоже неизвестно. Я напомню, что в прошлом году Крым хлеб успек 400 тонн куличей, и все партии были освещены. Ну, а сейчас я буду разбираться с администрацией по поводу того, почему же я рассказала о стоимости яиц. А вам, коллеги, передаю слово. Вот это случай. Действительно. Бестрашная и отважная с Илья Салямову, во-первых. Во-вторых, вот, ну часто ведь такое случается. Ну, информация-то безобидная на самом деле. Конечно. Саля, просто хотела рассказать жителям, сколько стоит сейчас купить яйца, а потом сколько стоит купить краску, чтобы их покрасить, чтобы приготовиться к такому празднику, как Пасха. Ну, во-первых, к празднику, как Пасха. Во-вторых, я думаю, что в таких ситуациях нужна еще и физическая форма, потому что мало ли что могло произойти. Кстати, прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет об этом. Песни сменяются танцами, а большая часть номеров сочетает в себе и то, и другое. Вот так с размахом началось празднование Дня здоровья в Симферополе. Основное внимание уделяют активному образу жизни и спорту. С показательной программой выступили каратисты. Неподалеку развернулась площадка для мини-футбола. А это место для настоящих мужчин. Здесь наисильнейшие бойцы могут доказать свое преимущество в честном поединке. Десяток активистов рассказывают детям о строении человеческого организма. Разъясняют принципы работы внутренних органов. На стендах полезная информация, среди которой основные правила здорового образа жизни. Рассказываем, чем вреден алкоголизм, наркомания. Рассказываем, как правильно питаться, как профилактировать сахарный диабет, чтобы не было этого заболевания. Все это направлено только на молодежь или для взрослых людей также вы проводите консультации? У нас направлено и на молодежь, и на взрослых людей. У нас представлена здесь площадка замера измерения артериального давления и консультирования по профилактике инсульта и инфаркта. Беречь себя и уметь сориентироваться в экстремальной ситуации. На мастер-класс по непрямому массажу сердца выстроилась очередь. Здесь и дети, и взрослые отрабатывают технику остановки артериального кровотечения. Мы смотрим на конечность и видим, что она побледнела. И проверяем пульс. То есть пульс должен быть или очень слабым, или же он вовсе должен отсутствовать. Это является признаком правильного наложения гута. В этой зоне аниматоры обучают самых маленьких интеллектуальным развивающим играм. Как предполагалось, в это время взрослые будут играть в большие, практически ростовые шахматы. Тем не менее, как видим, игра заинтересовала больше всего как раз-таки детишек. Что такое хорошо и что такое плохо? Гости и участники мероприятия говорили не только о том, как сохранить здоровье, но и показывали, как вредные привычки влияют на него. Выводы каждый сделал свои. Не курить, не пить, заниматься спортом. Не сидеть до 12 часов на ручке. Рано ложиться, рано вставать с солнцем. Обследоваться ходить, в поликлинику. А это в День здоровья доступно прямо здесь, на площади имени Ленина. Мобильный маммограф и флюорограф доступны всем желающим. Кроме того, можно пройти обследование на ВИЧ. Через 15 минут после забора крови специалисты готовы сообщить о результатах обследования. Общественный совет Министерства здравоохранения вышел к народу, для того, чтобы ответить на вопросы по организациям работы поликлиник и больниц. Народ не занимается профилактикой. Сегодня мы говорим о профилактике. В Симферополе и во всем Крыму с таким размахом День здоровья еще не праздновали. В следующем году его в таком же масштабе проведут сразу в нескольких регионах полуострова. Стефан Филатов, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Ну а в продолжение темы как раз мы можем сейчас пообщаться с нашей гостьей. Следующий у нас в гостях Нонна Бахарева, президент благотворительного фонда. Будем милосердны. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну я так понимаю, что вот Стефан Филатов показывал День здоровья. А я так понимаю, что это же не только День здоровья, но и неделя целое здоровье. Да, мы решили неделю здравоохранения в рамках вот этой недели открыть Днем здоровья. Выйти к людям и ответить на вопросы, которые, наверное, накопились за все эти годы. И все-таки поднять уровень любви к себе, наверное, я не знаю. Потому что народ не занимается профилактикой, не ходит в поликлиники, не обследуется. Правда, они сталкиваются с очередями или не хватает времени, не хватает одного дня выделенного для того, чтобы пройти медобследование. Да, один выходной стараешься провести. Один выходной, да. Поэтому мы решили вывезти на площадь. И вы не представляете, какое количество людей пришло на обследование. Более ста обследования провели. И нам не хватило оборудования, оборудование перегрелось. То есть, а поток людей шел. И я очень рада, что очень много флюорографии сделали. И остались люди недообследованные по маммографии. То есть, женщины еще остались, которые хотели попасть на это обследование, к сожалению. Когда у них будет следующая возможность вот так вот попасть в подобных мероприятиях? Может быть, в течение этой недели или уже в следующем году были масштабы? Вы знаете, вот к нам подошли педагоги одного университета. И я им объяснила, что в любом случае ваше учреждение может сделать письмо на онкодиспансер. И онкодиспансер выйдет и проведет обследование прямо на территории вашего университета. Поэтому я думаю, что желание руководителя было бы. И все возможно. И ведь мы просто не все далеко знают, что можно так сделать. Взять, коллективно писать письмо, чтобы руководитель подписал. Вы знаете, очень многие руководители первичных организаций поликлиник пошли навстречу пациентам. И проводят медобследование в выходные дни. То есть это, опять же, очень удобно. И это все зависит от руководителя. Как он относится к своим пациентам. Очень много таких руководителей, которые проводят эти дни выходные. Поэтому я думаю, что мы очень много говорили о профилактике. Молодежь задавала вопросы. Мне очень интересно было, как они реагировали. Очень много сдавали кровь на обследование ВИЧ. Брали буклеты. Узнавали, как. Потому что вы понимаете, что и гепатиты у нас вокруг нас. И всегда нужно обследоваться для того, чтобы не упустить момент. Лечение любой болезни возможно. Главное, ее предотвратить вовремя. Да, приостановить. К этому мы приходим. Я уже больше пяти лет. Мы проводим акцию, чтобы сердечко билось. И с ведущими специалистами выезжаем к студентам. И отвечаем на вопросы. И в прошлом году это было. Нет, в 19-м году уже май месяц. И очень много вопросов было со стороны студентов. И трех студентов мы забрали оттуда на обследование. Это вы просто пишите, рассказайте, а они с вами уехали обследовать? Они живут с вопросами, с подозрениями, не понимая, что там. Там ничего такого не было. Но они живут с мыслью, что у них что-то есть. Потому что это было у мамы или у бабушки. И что-то подозрительное. Вот такие профилактические встречи и то, что мы провели на площади, нужно регулярно. Я счастлива, что администрацию города Симферополя, Минздрав нас и Министерство образования поддержали. И на следующий год мы говорим, что эта акция будет ежегодной. И я надеюсь, что нашу акцию подхватят несколько регионов Крыма. Для того, чтобы мы одновременно начали эту акцию Дня здоровья. И я хочу сказать, что очень низкий процент обращений в Минздрав. У нас стояла коробка обращений. Люди не хотели жаловаться. У них не было такого желания прийти, пожаловаться, что где-то что-то плохо. Они наоборот с удовольствием пришли на этот праздник. Они получали удовольствие от всего того, что происходило. Их дети занимались спортом, потому что на протяжении всего дня возможно было играть в шахматы, мини-футбол. У нас были показательные по карате, по фехтованию. Мы видели огромные такие шахматы. Да, ростовые, как говорил Стефан в репортаже. Успех имел, вы не представляете, от мала до велика. Шахматы до 6 вечера мы проводили эту акцию. Дарод играл в шахматы. И, конечно, очень интересная история случилась с хэштегами. Конечно, тоже супер молодежь подтянулась. И наша задача была пробудить в них историю о том, что вредно. Обратите на себя внимание, кто-то уже махнул рукой по поводу курения, алкоголя. Но на самом деле очень много проблем, связанных с этим. И молодежь почему-то думает, что выкурив кальян, они себя больше обезопасят, чем выкурив табак. И когда мы рассказали о том, чем опасен этот кальян, и до чего это может довести, сегодня рак легких, он тоже очень помолодел. И, к сожалению, надо об этом часто говорить. Эта проблема действительно, ее нужно озвучивать. Так что огромное спасибо вам, что пришли и поделились и полезной, и грустной информацией. Я напоминаю, у нас в гостях была Нана Бахарева, президент благотворительного фонда Будем Милосерды. Спасибо вам. Да, ну а хэштеги реализовываются в соцсетях. Там, кстати, распространяются и вирусные видео. Сейчас покажем вам подборку самых актуальных. Мечты должны сбываться, особенно, когда речь идет о детских заветных желаниях. Одно из них осуществили спортсмены из крупнейшей в мире Федерации рестлинга. Профессиональный борец не смог устоять на ногах после сокрушительного удара ребенка. Победа парня вызвала шквал эмоций среди заядлых болельщиков борьбы. Стрессоустойчивости героя следующего видеоролика можно только позавидовать. В него бросали перчатки, ставили на голову бумажный стакан и обтирали щетками для чистки поля. Однако, как бы ни старались друзья по команде помешать интервью, бейсболист смог рассказать корреспонденту о сыгранном матче. Правила бумеранга. Многие считают, мы получаем то же, что и отдаем. В доказательства кадры, снятые авторегистратором. Только водитель выкинул мусор на обочину. Другой вернул часть отходов в салон машины. И настоятельно попросил убрать остальное. Будем надеяться, мужчина запомнит урок. Нет, это не кукла из воска, а дятел. Застыл не в ожидании удачного снимка, как могло показаться. Стремительно падающая температура застала птицу врасплох. Пернатый даже не успел проглотить пойманное насекомое. Скейтбординг зародился в 1963 году и быстро распространился по всему миру. Интерес к экстремальному катанию не снижается и сегодня. Эта девушка придумала новый трюк, который активно обсуждают в сети, а также берут на вооружение другие спортсмены. Веселиться нравится всем. Заметив, как подростки практикуются в ходьбе на руках, пес решил отложить свои дела. Не выпуская из пасти любимую палку, собака присоединилась к процессу. Да, собственно говоря, видео есть и смешные, есть и не очень, но я вспомнил интересный вопрос. В связи с Днём Здоровья, который мы обсуждали, и интернетом, оказывается, цифровая эра приносит нам и новые цифровые заболевания. Например, недавно в реестр заболеваний международный перечень была введена так называемая цифровая эпохондрия. Это когда человек, начитавшись диагнозы в интернете, начинает находить их у себя сам. Ой-ой-ой, это половина редакции. Вот, да, есть синдром студента-медика так называемый, а вот теперь есть ещё и цифровая эпохондрия, и от неё, без шуток, на самом деле, проходит настоящая психотерапия, проводятся, людям объясняют, что не всё, что можно прочесть, можно у себя найти. Но, кстати, что можно найти, на самом деле, это прямо сейчас на ваших экранах ещё один стрим, ну, просто нашей героини Салии Салямовой. Посмотрим, в какие приключения... Надеюсь, в этот раз её никто не рискует. Да, посмотрим, что там за приключения сейчас. Ещё раз здравствуйте, коллеги. Ну, вот и снова с вами нам удалось разобраться с охраной рынка, который находится на автовокзале в Симферополе. Вы видели, что мне не давали там снимать и рассказывать вам грамту. Я хотела показать, сколько сегодня стоят яйца перед началом Пасхи. Сразу же, как увидели камеры, то ценники спрятали. Вот в том месте, где я вам сначала показывала, стоимость яиц достигала 95 рублей. Рядом, в соседней точке, они были подешевле 80-85 рублей. Но стоит отметить, что буквально на прошлой неделе те же самые яйца были по 60 рублей. И как мне вначале, когда ещё были приветливыми, продавцы сказали, что это всё крымский продукт. Поэтому, чем обоснована такая стоимость, ну, вы, конечно же, можете догадываться. В преддверии праздника у нас цены, как правило, увеличиваются. Но чтобы настолько, мне кажется, это впервые. В целом, к счастью, нам удалось разобраться с администрацией. И поэтому сейчас я нахожусь вот на выезде из Симферополя в Ялту. Ну, вернее, не совсем, конечно же, на выезде. Хотела сказать о том, что в апреле здесь установили 15 новых камер видеофиксации. Стоит отметить, что до 2019 года вообще в целом по Крыму установят 285 камер. Дело в том, что, как вы знаете, Крым сегодня является лидером по аварийности на дорогах. ДТП случается достаточно часто. И с чем это связано, неизвестно. Но, конечно же, одна из проблем – это превышение скорости водителей. Именно в связи и принимаются такие меры для того, чтобы эту аварийность свести к нулю. Вот, и поэтому такое огромное количество камер сегодня устанавливается на дорогах. Но вот к какому результату это приведет, неизвестно. И вот мне хотелось бы отметить, что такие работы очень активно начали проводить. В последнее время, в частности, вот как я уже сказала, только за апрель было установлено 15 камер. В целом, они есть и по городу Симферополио достаточно. Но я думаю, что с полным списком водители могут ознакомиться самостоятельно. Коллеги, на этом я с вами прощаюсь, передаю вам слово и всего хорошего желаю. Спасибо. Спасибо, Салья. Салья не зря заговорила про камеры, потому что я хочу поговорить с вами про пробки. Так что быстро-быстро, не теряя ни секунды, движемся к нашему экрану. Сходу поговорим про Симферополь. Скажу сразу, город стоит в тянучках. Ну, а что вы хотели? Без 29 самое время добираться на работу. Все так подумали одновременно. Ну и одновременно выехали. Вот город и встал. И сразу видим с высоты птичьего полета две аварии. Посмотрим на них, потому что с остальным все откровенно скажем ясно. Объезжать нужно только по объездной. Итак, это у нас улица Киевская. И тут сразу два столкновения после перекрестка с улицей Советской. Удивительно, ведь там стоит ограничение в 60 км в час. Это раз. Во-вторых, там установлена камера. Друзья, нужно быть осторожней, нужно быть внимательней и не создавать пробок и тянучек. Потому что хорошо, что там по две полосы в каждую сторону. Смотрим дальше. И следующая пробка. Случилась у нас она на бульваре Ленина. На ЖД вокзале фактически тоже. Ведь там ограничение скорости, пешеходный переход, лежачие полицейские. Но все равно произошло столкновение. Так, краткая информация. Центр города стоит туда ни ногой, ни колесом. Объезжаем по объездным или прилегающим улицам. Где аварии, я вас предупредил. Будьте осторожны и внимательны. Но мне кажется, что Саша знает, где пробок точно нет. И сейчас она поделится с нами крупицей этой информации. Ну, я знаю, где точно не встала в пробку с Алия Салямова. Сейчас, конечно, она столкнулась с непредвиденной ситуацией, пытаясь рассказать нам о том, сколько стоят яйца, да, и почему они так подорожали в цене. Но вот это буквально на несколько дней раньше она прокатилась на настоящей яхте. И полна впечатлений. Сейчас с нами готова уже поделиться ими. В Ялте проходит грандиозное мероприятие. Это регата, в которой сможем принять участие и мы. Я надеюсь, что нам удастся победить. Очень много команд уже здесь собралось. Во-первых, мы выясним, насколько они владеют морской терминологией. Ну, а также посмотрим, насколько они умеют управлять судном и этим парусником. Что такое стексель? Я двоечник. А шкипер это кто такой? Шкипер – человек на судне. А здесь я вижу еще одну команду и отмечаю, что очень хорошо подготовились. Форма, по крайней мере, у всех одинаковая. Здравствуйте. Ну что, вы настроены на победу? Конечно, только на победу. Что такое грот? Не знаю, гротмач-то когда-то слышала. Не уверена, что правильно, но подозреваю, что да. Здесь мы сейчас видим уже и первых зрителей. Здравствуйте. Вы будете наблюдать за регатой параллельно, как будете рыбалкой заниматься? Ну как, рыба сейчас отошла, вода холодная, 8,5 градусов. И она есть, но она не к ее, там опять такая. А зачем вы тогда здесь стоите? А что мне дома делать? Я свежем воздухе, окунечек, изелька попадается. Кто у вас сегодня будет шкипером? Вот не могу знать. Я могу быть коком. Вот это я могу. Скажите, какие еще существуют термины? Брамсель, бомб, брамсель, шкоты, гитовые, гординя. Бригаде самое главное выставить с дистанции. Для этого нужны и бои, которые будут показывать участникам, куда надо плыть. А вы можете мне помочь? Видите, я одной рукой не справляюсь. А что, а может двумя можно ногами? Можно? Заваться держусь. Так же быстрее будет? Мы команда просто шла! Огоньи, попробуй, да! Я уже нахожусь на яхте. Нам сегодня досталась Варвара. И предлагаю прямо сейчас спуститься в каюту и посмотреть, как внутри она обустроена. Есть плита, где можно готовить еду. Есть умывальник, где можно мыть руки. Есть своя спальня отдельная, капитанская. Так, ну здесь тоже достаточно просторно, может даже не один человек поместиться. И что самое главное, что мне еще понравилось, что, обратите внимание, есть здесь и телевизор. То есть можно смотреть сериалы, пока находишься где-нибудь в плавании. Ну что, вот мы уже и в открытом море, волны очень большие и сильный ветер дует. Поэтому, конечно же, здесь надо в первую очередь утепляться всеми возможными способами. Ну и сразу хочу узнать первые впечатления у вас от регаты, как у участника, который вот первый раз вышел в море. Ну, на самом деле адреналин зашкаливает, сердечко стучит, но интересно, интересно принимать участие. Яхта накренилась на 45 градусов. Это неполный угол, который она может взять, но ощущения такие, что она скоро перевернется. Вы видите, что наши пассажиры, они переместились на другую сторону для того, чтобы сбалансировать нашу яхту. Море волнуется, действительно, мы можем оценивать лишь приблизительно, сколько баллов достигает волна, но, по-моему, она очень высокая, очень сильная. Хотя яхтсмены, наоборот, этому факту радуются. Они говорят, что от этого регата еще более становится эмоционально яркая по ощущениям. Это действительно так. Вы все запомнили? Все команды удалось выполнить? Да, мы все запомнили, нормально. Спасибо огромное капитану. Подсказал, рассказал, научил как. Наша регата завершилась. У нас было три заплыва, во время которых мы все три раза победили. Варвара принесла нам сегодня победу, с чем мне хочется и поздравить нашу команду. Все справились просто на отлично. Ну, а в одной из российских деревень есть такая деревня двойняшек. Так ее называют. Ну, а все в том, что находится она в Ростовской области. И по статистике в среднем близнецы двойняшки рождаются там один раз на сотню. Ну, вообще один раз на сотню. И там, а в мире, насколько я понимаю. А вот в Денисовке совершенно другая ситуация. Там живет чуть более тысячи человек. И временами максимум уже до полутора тысячи. И тем не менее, что там даже настолько часто рождаются двойняшки. И не только у людей, но даже у животных, у коров, у собак. И поэтому... Каждой десятой семье. Между прочим, это связывает с радиацией. Ну, по крайней мере, так говорят местные жители. И тут сразу дежавю. Помните, в пятницу, насколько я запомнил, мы рассказывали про деревню, в которой есть месторождение урана. И местные жители тоже очень сильно ровняются. А они просили, чтобы, да, проверили. Да, на высокий радиоактивный фон. А там даже в центре города висит табло с счетчиком Гегера. На котором все в порядке, кстати, на минуту. Да, да, да. И получается, что, видимо, такое село не одно. Но на самом деле, с чего только в селах не происходит. А вообще, возможно, это соседние села. И знаешь, просто вся радиация достается другим. Но, когда у близняшек из этого села брали интервью и спрашивали, ну, каково это иметь столько близнецов, говорят, что такое счастье могут познать только близнецы. Когда есть человек, который к тебе настолько близок и настолько хорошо тебя понимает, что готов провести с тобой всю жизнь. Никуда не уйти и никогда, ну, не, скажем так, не изменить этой традиции. Хотя это, я знаю, ой, ты говоришь про традиции. И я, знаете что, а я знаю, где недавно тоже чтили традиции. А было это в Бахчисарае. И как именно это выглядело и в какой форме чтили эти традиции, подробнее расскажет Татьяна Балыкина. Судьба Зиночки Коваленко точно мне неизвестна. Говорят, она вместе с мамой попала в Бухенвальд, где во время бунта часовые открыли шквальный огонь по узникам, и Зиночка была расстреляна. Людей, жизни которых искалечила Великая Отечественная война, непростительно много. Подвиг, совершенный бойцами советской армии, бесценен. К 75-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков волонтеры Победы провели серию исторических игр в 10 городах Крыма. В этот раз главное место действия — Бахчисарай. Не просто игра, а квест с погружением. Сюжет построен на воспоминаниях ветеранов, освобождавших полуостров в 1944 году и достоверных исторических фактах. Каждая локация — освобождение какого-то города. Всего таких точек 9. На них участников ждут задания, где они должны почувствовать себя героями советской армии. Выполнив испытания, им начисляются баллы от 1 до 10. У каждой команды есть карта местности. Они должны пройти по следам Красной армии. На участках им рассказывают легенду, связанную с боевыми действиями. Потом дают задания. Главное оружие — логика, смекалка и знания истории родного края. Это точка Алушта. Здесь проходит игра сапер. По истории заминирован весь город и побережье. Участники должны найти мины, показать, где они находятся. Время выполнения — 10 минут. От одного участка к другому бегом, пока никто не обогнал. Азарта добавляет временное ограничение. Каждый хочет прийти первым. Но победа — это еще не главное. Вспоминаем историю, чтим память павших. Хорошо знаешь историю? Достаточно. Военную знаю, учу. Есть те даты, которые действительно даже не знала я сама. Для меня это впервые было. И я считаю, что мне это полезно. Я узнала новую информацию о тех годах. Самым интересным было строить кораблики, потом их пускать на воду. И в них кидали камни, как при бомбежке. И надо было смотреть, если они утонут, то вы проиграли. Исторический квест — возможность узнать больше, чтобы потом передать эту память следующему поколению. Сегодня финал игры. Немало участие более тысячи ребят, которые победители каждого этапа, приехали сюда. Это получилось 10 команд. Мы еще пригласили город Севастополь в качестве гостей. Чтобы никто не забыл, какую цену пришлось заплатить нашим предкам за мирное небо над головой. Ту серию игр, которые придумали наши крымчане, сейчас будут распространять во всей Российской Федерации. И эта серия исторических игр пройдет по всей России. После игры возле Бахчисарайского водохранилища установили памятный знак освободителям Крыма и высадили аллею из хвойных деревьев. Татьяна Балыкина, Олег Черемисин. Утро нового дня. А не прийти первыми, а правильно передать свою эстафету, стремимся мы. Потому что с нами на связи наши коллеги с новостей. Доброе утро, Гульнара Юдина. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Рада видеть вас. Взаимно. Это взаимно, да, абсолютно. Сходу вопрос. Вот так, по-спортивному. В связи с прошедшим на Медне Днем Здоровья. Хотим узнать, какими мероприятиями по оздоровлению собственного тела занимаешься? Может быть, ходишь в походы, а может быть, это спорт? Ну, я бы не сказала, что это спорт. Хотя, не знаю, может быть, можно отнести к этой категории. Я увлекаюсь пулевой стрельбой. Занимала первые места в региональных соревнованиях. Ну и автоспорт, конечно же. Ну, неплохо для девушки. Это очень интересно, между прочим. И потому, что для такой хрупкой девушки. Гуля, расскажи, пожалуйста, что в течение дня расскажут нам новости, что у вас сегодня будет яркого и интересного? Все только самые интересные и самые важные новости о жизни полуострова в наших выпусках. В Крыму стартовала неделя здравоохранения. Вы узнаете о проблемах и достижениях медицины в республике. Среди них первая на полуострове операция по восстановлению слуха у пациента. Пять лет назад президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации депортированных. Что получили после воссоединения Крыма с Россией? Об этом и не только наши информационные выпуски. В течение дня не переключайтесь. Спасибо, Гуля. Хорошего эфира. Спасибо и вам. У нас эфир хоть и хороший, но он уже подошел к концу. Время прощаться. Ну и как бы нам не хотелось задержаться в этой студии, мы еще раз напоминаем, что доброго вам утра. Просыпайтесь, вставайте, наслаждайтесь этим днем. А с вами в студии были мы, Артем Андроновский и Александр Корнович. Да, но не переживайте, мы уходим ненадолго. Появимся завтра. Ну а сейчас пока-пока. Пока.